Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня у нас роллы, мои любимые, запеченные, Филадельфия, Калифорния, в общем, все, что я люблю. Но, скорее всего, я сниму это видео сейчас, выложу чуть-чуть попозже, потому что у нас недавно прям были роллы, причем похожие. А мне так сегодня захотелось опять! Я прям, знаете, просто хотела покушать, а потом подумала, и есть еще и как раз тема, которую я хочу с вами обсудить. Лучше уж мукпанг сниму, чем просто нажраться, да? Это типа оправдание себе заказать роллы, ой, видео сниму. В общем, давайте приступим. О чем я хотела с вами поговорить? В комментариях я увидела, как несколько человек, в общем, я вскользь. В одном из видео я вскользь сказала, что у нас у блогеров, ютуб-блогеров. Самая большая зарплата в ноябре и в декабре. И после моих этих слов я увидела в комментариях очень много вопросов касательно этой темы. А почему такая разница? С чем это связано? И так далее. Сразу вам скажу, конкретных цифр я называть не буду, просто скажу в общем. Самая дорогая реклама у нас в ноябре. Почему? По идее вы видите рекламу и в январе, и в ноябре. То есть видите столько же. Но в декабре она дорогая. Почему? Потому что Новый год. И в ноябре, черная пятница, поэтому очень много компаний покупают рекламу в ютубе. И, следовательно, цена рекламы очень сильно дорожает. А в январе, когда у всех застой в бизнесе, многие люди ничего не покупают. Поэтому люди тоже в компании не покупают рекламу. И по идее вы в январе тоже видите эту рекламу. Но мы зарабатываем, наверное, раз в пять меньше. И как делают обычно блогеры? Снимают очень много контента. Что делаю я? Весь ноябрь я просто просрала, извиняюсь за выражение. Я не снимала контент. Даже мне пришло письмо из ютуба, что, слушай, ты там умерла? Или что с тобой произошло? Раньше вы снимали 68 видео в месяц. А в этом месяце у вас всего 23 видео. Что с вами случилось? Мне такое письмо, прикиньте, пришло. По идее это глупо. Неправильно. Отдыхать надо в январе. Вы не чувствуете эту разницу никак. То есть у вас как реклама выходила в январе, так же она выходит и в декабре. Эту разницу чувствуют только те, кто покупают рекламу у ютуба. То есть в декабре она дорожает до такой степени. До 15 декабря. И ноябрь. Везде черная пятница. И все хотят рассказать про свои скидки. Что у них вот сумасшедшие скидки. Приходите, покупайте. Вот и поэтому так вот получается. Почему у меня так произошло? У меня появился второй канал, которым я просто дышу. Мне он настолько нравится. Но если по чесноку, доход с него меньше намного. Не из-за того, что там меньше просмотров. Просто этот контент не такой дорогой, как мукбанки. У нас как читается? Люди, которые смотрят мукбанки, это более-менее продвинутые люди. А если человек продвинутый, следовательно, у него есть деньги. Поэтому это типа хорошо оплачиваемый контент. Ну, не прям супер. Знаете, кто дофига прям зарабатывает на ютубе? Те, кто снимают обзоры машин, обзор телефонов, это просто, наверное, раза в 5 больше у них доход, чем у нас. Вот. А бумажные сюрпризы, это так. Дети смотрят, а это вообще дешево. В общем, не особо прибыльный контент. И я целый месяц, который нужно было пахать сюда, я просто пахала туда. Не туда, куда надо. Вот такие вы дела. Вообще, ноябрь был такой неприятный месяц для меня. Неприятный в разных планах, на самом деле. И в личном плане не хочу в подробности вдаваться, но да ладно. Там зуб у меня болел, какой-то период, я просто не могла снимать, потому что у меня болел зуб. Вот. А если честно, вот прям в открытую были моменты, когда я просто целый день нифига не делала, но и не снимала контент. Вот так вот. Просто потому, что не было настроения, что-то произошло, например, не знаю, не хотелось, знаете, с кислой миной сидеть с вами, и вам тоже портить настроение, так скажем. А снимать видео по типу «мне плохо», но я не могу вам рассказать, почему. Просто пожалеете меня, поверьте мне, мне действительно плохо. Если честно, я реально считаю, что это неправильно. Если рассказывать, так рассказывать все. Не рассказывать, значит молчать. Иногда бывает, например, блогер снимает видео, у меня проблемы, мне так фигово. Я понимаю, что, возможно, человеку фигово, но если ты не готов рассказать все подробности, так лучше вообще не снимать подобное видео и не начинать. В общем, о чем я говорила? Про YouTube говорила. У меня папа купил новую камеру. Она внешне выглядит как вот эта от Canon. Это я купила год назад и она офигенно работает. Мне она очень нравится. Единственное, что меня здесь не устраивает, здесь нет выхода микрофона. Чтобы снимать мукбанки, мне нужен выход микрофона. А здесь его нет. Я решила раз покупать, возьму самый-самый прям навороченный, прям последний Canon. Вот. И я папе должна была отправить деньги. И папа такой говорит, нет, не надо, ты что, с ума сошла? Я тебе подарю эту камеру. Я такая, знаете, прям в шоке. Вот, возможно, это прозвучит как-то глупо-тупо, но мне реально в жизни никогда не дарили такие дорогие подарки. Никогда. Ни родители, ни парни, никто никогда не дарил мне дорогие подарки. И у меня, знаете, вот я в эйфории два дня, и я думаю, блин, мне дарят камеру. Камеру, прикиньте, G7 Mark III Canon, прикиньте. Я иногда натыкаюсь на видео, где, например, в ТикТоке видела, родители купили сыну 12 Pro Max, но тогда 12 был последний. Я где-то полгода назад видела. И он устраивает истерику, что я хотел серебристый, а это там золотистый. Я такой не хотел. И тут такая истерика. Я думаю, блин, вот люди живут реально. Я не знаю, только у меня так, или, возможно, у вас тоже. Но я никогда от родителей таких дорогих подарков не получала, не потому, что они не хотели мне дарить. Просто потому, что никогда возможности не было. И для меня, знаете, то, что папа мне купил такую камеру, я прямо, знаете, поверить не могла. Я сразу папе такая говорю, приедешь, говорю, я тебе костюм куплю, я тебе там, не знаю, любую обувь куплю, я тебе это куплю. Я говорю, с собой вообще ничего не привози, я весь гардероб тебе куплю, прикиньте. Я настолько рада, что и для меня это, знаете, не знаю. Какие вкусные роллы, я прям не могу. Я сегодня во сне. Во сне вижу, что типа я снимаю влог, потом сбрасываю на компьютер, я такая в шоке, вау, как круто я вышла, как классно я получилась. Класс. И потом я понимаю, понимаю, что оказывается, это не та камера, это новая камера, которую папа уже привез и просто подменил мне. Я такая в эйфории. Вау, у меня наконец-то эта камера. Почему я именно папе об этом говорю, могу объяснить. У нас в Баку этой камеры нету, нигде, не знаю почему. дальше у перекупщиков, нигде не видела. Единственное, где вот продают поддержанные вещи, сайт. Там я видела поддержанные, но и то Марк 2, а я хочу последний, Марк 3. Ну, как хочу. Папа уже оплатил, просто проблема в том, что в магазине черного цвета не было, был серебристый, кстати, серебристый чуть дешевле стоит этой камеры, чем черный. А черный выглядит один в один, как вот эта камера. Вот прям один в один, вот. Как будто ты не поменял камеру. Вот. Поэтому я хочу улучшать качество, я хочу в это вкладываться. измениться. Очень вкусно. стопудово в январе айка как начнет пилить контент по три по четыре видео рабский труд это мой конек вы не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю с вами в айка